Конечно, бля, где бей-беги, мы вас не видим, не слышим, бля, бей, бей и выноси вперед, вот это вы. Сколько ты, как ты считаешь, стоит контракт с Родиной Медиа на год? Мне бы хотелось разговаривать от 10 в месяц. Мы клоуны, блядь, вот они, клоуны, самые главные. Вот и все. Привет, друзья, это Егоров. Стартовал новый сезон МФЛ, теперь будет больше команд, больше денег и, наверное, больше скандалов. Ну, а человек, который ответственный и за деньги, и за скандалы, это Александр Текила. Конечно, бля, где бей-беги, мы вас не видим, не слышим, бля, бей, бей и выноси вперед, вот это вы. Поэтому именно с ним я о новом сезоне и поговорил. Тем более, его Родина в первом туре неожиданно обыграла бей-беги со счетом 4-1. Ну, а тем для обсуждения было реально много. Но зачем смешивать медиафутбол с проффутболом? Че хорош-то? Ты уйди отсюда, я с тобой... Впереди матч на открытии арены. Вы вообще думали туда, что вас могут позвать туда или нет? Нас позовут. Или вы сразу понимали, мы позвали же Анкалы и ФК-10. Нет, нас позовут по-любому на какой-нибудь большой стадион, просто чуть позже. Мне кажется, это будет правильно, потому что мы идем реально семимильными шагами. За три с половиной недели мы выложили 20 роликов на YouTube, если первые дни нет. То есть мы вообще ноль заплатили за трафик. И я думаю, что мы скоро выйдем на хорошую цифру, тогда уже можно будет говорить со спонсорами. Но сейчас весь наш фокус внимания это в контенте и в футболе. Как ты считаешь, что Анкал заходит в Лигу и сразу получает матч на открытие? Это вполне справедливо. Мне кажется, это правильно, они подтягивают большую аудиторию, это здорово. Просто странно, что именно с Десяткой, то есть я не понял почему, потому что у них вообще по сути команды нет. Мы даже не понимаем, они даже товарищеских матчей не сыграли. Потому что стендаперы? Не, ну они классные ребята, я не спорю, с некоторыми общаюсь. Просто мне кажется, матч с вами, например, он дал бы гораздо больше и для Лиги, и для самого стадиона. Но я так понимаю, что там спонсор решает? А, ну это да. Поэтому здесь без вариантов. Почему у вас нету Бока до сих пор? Потому что... А вы хотите много денег, и с кем не подписываетесь? Не, ну смотри, если мы отмотаем немного назад, то согласись, то, что получилось сделать на спорте, и то, как получилось как бы интегрировать Буков во всю эту систему, это дало большой флоп для всей индустрии в целом. Потому что все команды сейчас спонсируются Буками, Буки реально очень много денег вливают в это развитие, и это здорово. Но мы почему-то уткнулись только на Буках, и все. Для этого нужно объяснить, кто мы и что крупным брендам, которые крупным там маркетинговым агентством, то, чем я сейчас и занимаюсь. Я объясняю, я рассказываю, что такое медиафутбол, они вообще не в курсе. Они не понимают, кто здесь целевая аудитория, как здесь можно заработать для них. И вот этот месяц я занимаюсь этим, помимо тренировок и всего футбольного процесса. Я провожу встречи, общаюсь с крупными там ребятами, и понимаю, что если сейчас получится. И очень рад, кстати, тому, что Тиньков зашел в Лигу непосредственно. С этим я обязательно приду к другим банкам, строительным компаниям, скажу, обратите внимание, посмотрите, как бы дайте толчок для других команд, и для нас тоже. То есть ты просто приходишь к ним, договариваешься о встречах, либо у тебя там знакомые, приходишь и показываешь проект. Рассказываю, да, показываю. У меня, допустим, в моей презентации «Родина медиа» 5 слайдов, по-моему, в начале про медиафутбол в целом. Какие цифры, какие команды, какие возможности, кто смотрит, целевая аудитория. И только после пятого слайда я уже начинаю рассказывать про то, что мы делаем непосредственно. Сколько ты, как ты считаешь, стоит контракт с «Родиной медиа» на год сейчас? Ну, вот, допустим, для крупного бренда. Мне бы хотелось разговаривать от 10 в месяц. От десятки в месяц. И это только брать, если крупный бренд, а плюс к этому еще букмекер. Желательно. Букмекеры мне хотелось бы зашить внутрь YouTube и других соцсетей. А все-таки титульный спонсор тоже хочется вообще другого человека, другую компанию. То есть не букмекеры? Чтобы вот здесь был не букмекер? Потому что только тогда это очень сильно столкнет вообще всю индустрию, понимаешь? Сколько ты думаешь тогда стоят брюки в нынешнем состоянии, если взять туда на нескольких медийных ребят тиктокеров? Ну, вы на правильном пути, вы расширяете. То есть я когда создавал команду, я сказал ребятам, что у нас должен быть один пранкер, один тиктокер. Ну, там один-два. Один стример условно, один рэпер, один лютый пранкер. Вот мы таких ребят как бы по категориям и набрали, потому что нам 5-6 тиктокеров не нужно. Зачем? То есть один он решает свои вопросы, там представляет нашу команду. Вы на правильном пути, что подписали Володю. Это реально ценный кейс. Он в тиктоке вообще в полном порядке, потому что его все знают тиктокеры. Он там решает как бы вопросики. Он сможет подтягивать других тиктокеров к вам на мероприятие. И, соответственно, вы можете таким образом свою комьюнити некое собрать. И вам осталось уже как бы найти спонсора, которые впишутся в это. Сколько стоит броги, ты имеешь в виду стать спонсором? Или если бы ты продавал команду? Если бы ты продавал. Ну, условно, если бы у нас была еще Плющенко, например, Володя. Вы его что, упустили или нет? Он травмировался. Ну, это он травмировался реально. Прям сильно травмировался. А он не интегрирован. Ну, потому что если он травмирован, он в это время занимает свою академию. Ну, понятно, правильно. Вот, если есть Плющенко, если есть там условный Авзнобихин, Соливанов за нас ходят. Тоже другая аудитория. Ну, вот сколько примерно со всеми активами цена броков, на твой взгляд, сейчас? Ну, я думаю, что вполне можно было бы к вам заходить и говорить, что вот, ребята, вам по 5 миллионов, тебе и райзену. Отдайте мне 50%, и я еще буду вкладывать такое-то количество денег ежемесячно в развитие вас. И у вас бы осталось бы по 25%, но у вас бы с плеч гора, понимаешь, упала бы. То есть ты вообще предложил бы отдать клуб кому-то? Ну, 50% отдать. Ну, это было бы для вас большим облегчением. Вам нужен человек, операционист, понимаешь, и тот, кто сможет построить систему, нанять тебе помощника, чтобы ты был сконцентрирован только контентом и мог бы наконец-то спокойно выезжать по всей России, как ты хотел, как ты написал, понимаешь? А если условно подписываться с какой-нибудь строительной компанией, то где-то тоже десяточка. Ну, не, ну смотри, я не буду рассказывать тебе всех приколов и на чем можно заработать, понимаешь? Но я тебе могу сказать, что в нынешнем состоянии брокер могут рассчитывать от 5 разговаривать. Ну да, но видишь, вы в 2 раза дороже все-таки. Ну, потому что у нас есть медийные личности, которые могут принять участие в рекламе, например. И это будет их гонорар, условно. А кто, например? Ну, допустим, ну хорошо. Кроме тебя? Допустим, это какая-нибудь строительная компания, среднее жилье, и Дина Тарасов, Настя Костенко решают переехать со своей семьей. А, ну естественно. И эту историю они рассказывают там целый месяц, например, как они переезжают. Ну, ты понимаешь? То есть нужно уметь придумать спецпект. Хорошая интеграция. Слушай, тебе нравится, как развивается сейчас вообще весь медийный футбол? Амкал, Тудрос, все остальное, Кубок России. Вот это много и много хорошего. Но с другой стороны, там немножко нужно говорить о пафосе. Вот нынешний медийный футбол у тебя прям очень... Он не туда идет, если честно. То есть это круто то, что дают, как вам называется, wildcard, да, для принятия участия в Кубке России. Но зачем смешивать медийный футбол с проффутболом? То есть могут играть профики, да. Но есть РПЛ, есть профессиональный футбол. Нахрена вообще медиа лезть туда, потому что мы все-таки про шоу. Вот я хочу, чтобы мы еще больше разрастались в плане шоу. Общение там с болельщиками. Почему, кстати, на конференции болельщиков мы не приглашаем, чтобы они не задавали вопрос? Пускай они задают жесткие вопросы. Пусть в ступор, да, ответчик встает. Поэтому нужно еще больше шоу. Для этого нужен лучший стадион, честно. Ну то есть луч, он... Я думаю, что лига уже переросла луч. Нужно на следующий сезон по-любому договариваться с другим местом. Либо строить новую арену здесь. Либо строить, я не знаю, что. Трибуны. Должно быть удобнее гораздо. То есть мы сегодня приехали, 45 человек в маленькую раздевалку нам сказали, одна только именица. Невозможно было дышать, блядь, ручки не было в окне. Мы 40 минут не могли ее открыть, ручку не могли найти. Ты понимаешь, все там задыхаться начали. То есть ты считаешь, что когда команды идут в профессиональный футбол и говорят, что типа здесь пацаны простые со двора, фактически там тоже такие же профики, что это такое, ну немного не туда и немножко... А нет, не только, короче, у нас играют и профики, и медины, и любители. Но именно нам не нужно получать статус профессиональной команды. Мы должны больше шагать в медиа составляющую. Ну то есть я увидел, что правильную мысль говорит Герман, что Амкал это все-таки команда, которая играет в шоу-матч. Это зашибись, это правильно. Но при этом они же потом говорят, что нам в принципе уже на МКС было насрать, потому что для нас теперь эту эмоцию... Они попали впервые, и это как бы, ну прикольно. На МКС они забили, это может быть даже и больше отговорки. Но дроты, например, я видел некоторые там сообщения там или интервьюшки в телегах, что они хотят наоборот и видят ту дротца в РПЛ там условно через 5 лет. Ну да, некит говорит. Бля, это вообще не туда за видео от медиа футбол. То есть бред абсолютно, говорит некит. Ну я бы так не сказал, что он бред говорит, но он не о том думает. Нужно думать о том, чтобы сделать здесь еще больше шоу. Да, еще больше шоу. И только таким образом мы сможем заткнуть вообще профессиональный футбол. Потому что объясни мне, в России реально профессионального футбола не существует. Если ты смотришь на английскую премьер-лигу, ну блин, вот люди реально играют в футбол просто на бешеных скоростях. Ну потому что там они играют в футбол. А у нас? А у нас? А у нас и ты хочешь конкурировать с вот этим профессиональным футболом, но его и так не смотрят. Ну по факту. Нужно делать шоу. Нас смотрят из-за шоу. Но при этом, окей, хорошо, шоу-шоу. Но условно, когда я там срываю майку в начале матча, меня потом критикуют всем комьюнити. Хотя я ни с кем не дрался. Да, я там сказал дальше неприятные слова. Но условно, да, у меня было трекочное. Я не смотрел, я видел, как ты майку сорал. Ну как бы это прикольно. И это подожгло в моменте сразу. Я лично получаю от такого больше удовольствия, чем от ту слову матча. Где все говорят, мы пришли сюда играть в футбол. Плохо играть в футбол. Ну да, на вынос, понимаешь. Ну вот здесь вот мы сейчас смотрим. Вот даже сейчас ваш матч с Бейбеги. Окей, да, вы выиграли, мы молодцы. Но где шоу? Ну, как здесь делать шоу? Во-первых, я могу сказать так, что ты не сравниваешь себя и их. Они шагнули в медиа-футбол и на самом деле достаточно хорошо. То, что Соболев приезжает на игру, это супер, молодец. И они открыты, они начинают потихонечку давать возможность их проинтервьюировать. Все здорово. Ну, то есть не нужно было никого поджигания здесь. Но между нами, с вами обязательно должно быть. Иначе мы должны ставить за ним. Слушай, а какие мы тогда ограничения должны вносить? Ну вот, допустим, ограничения не прошло по количеству людей на бровке. Ну, все проголосовали, что нахрен не надо ограничить. Ну, смотри, мы, например, я заставил, я сказал строго, все наши участники, все наши дружественные СМИ, условно, должны быть в нашей атрибутике и в наших манишках. Все. То есть мы должны понимать, находясь у себя на бровке, кто эти люди. Не все друг друга знают. И сегодня была супер дисциплина. И у нас, соответственно, человек был на бровке, который смотрел, ага, ты родина медиа, заходи сюда, а ты нет. То есть если ты родина медиа, заходи. Да. Какие должны быть ограничения? Ну, допустим, ну смотри, кто-то ударил кого-то, что это? Ну, это плохо. Это что? Это дисквалификация команды, лишение трех очков, команды, игрока на сезон. Ну, дисквалификация игрока на сезон. И при этом, типа, ему нельзя сниматься больше ни у кого типа роликов. Ну да, то есть это игнор. Потому что это тогда перейдет в ППММА, а там полный грязюк. Я тебе объясню, потому что здесь, в принципе, мы иногда тем, что там эмоции, еще что-то, мы накаляем страсти, потому что это как будто бы шоу. Но есть большое количество людей, которые к этому серьезно относятся. Ну да, они могут в какой-то момент поражать и понять, что камеры уже как бы не снимают, все, можно и успокоиться. Да. Потому что мы делаем шоу, но это все для зрителя, для той стороны экрана. Если ты не понимаешь то, что все, можно как бы выключить и успокоиться, то тогда не надо идти в медиафутбол. Идите в профессиональный футбол, там как бы все строго, все четко. Это немного другое. А мы, получается, скажем так, клоуны? А мы клоуны. А мы клоуны, блядь. Вот они, клоуны, самое главное. Вот и все. Другие видео и мое мнение о том, что происходит в медиафутбольном комьюнити, я публикую в своем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь.